Число ДДОС-атак на российский бизнес в 2024 году вырастет как минимум на 400% в связи с нестабильной политической ситуацией. Такой прогноз опубликовал коммерсант, ссылаясь на данные Эдж-центра. Впрочем, подобный рост киберпреступления эксперты фиксируют не впервые. В 2023 году он составил 300%. Хакерским атакам подверглись более 50 крупных российских компаний. Как в Приморье готовят специалистов по защите от киперугроз и как сделать цифровое пространство безопаснее, обсудим с экспертом. В студии РБК Приморье Роман Дремлюга, директор Дальневосточного Центра Искусственного Интеллекта, профессор Академии Цифровой Трансформации ДВФУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман Игоревич, какой урон экономике наносят ДДОС-атаки, какие отрасли страдают чаще всего? Прежде всего страдают те, кто зарабатывает на этом. Маркетплейсы, размещение объявлений, то есть у кого бизнес, по сути дела это какой-то сайт, портал, сервис. Назвать сумму сложно, потому что фирмы по кибербезопасности, которые предоставляют услуги по кибербезопасности, завышают эту цену атак. Но, соответственно, компании, которые страдают, наоборот, занижают. Ведь от этого зависит стоимость их акций, их репутация. Вообще пытаются зачастую скрыть информацию, та или иная компания, когда ее атаковали. Ну, вы сами понимаете, это и для инвесторов сигнал, и для пользователей. Вот. Цена где-то посредине между истерикой, которую пытаются вызвать у нас компании, занимающейся кибербезопасностью, и между спокойствием, которые хранят атакуемые. Но все равно давайте в каких-то цифрах. Ну, многие компании теряют по миллион долларов в день в результате атаки. Если их сервис не работает, вот может от миллиона долларов в день в США начинаться сумма потерь. Ну, сейчас же, мне кажется, практически весь бизнес так или иначе есть в интернете, есть в цифровом пространстве. И, то есть, получается, что абсолютно любая сфера может пострадать. Да, я даже, я не помню, кто это сказал. Говорят, что сейчас все компании являются IT-компаниями с лицензией на какие-то виды деятельности. Вот. Да, но, конечно, больше всего страдает у кого это основной бизнес-процесс, у кого нет ничего другого, нет какой-то инфраструктуры реальной, там, не знаю, пароходов, заводов. Вот. Они, конечно, страдают больше всего. Вот. Так называемая цифровая экономика. Вот. Для обеспечения безопасности цифрового пространства в России был создан национальный киберполигон и его опорные центры. В частности, такой есть в ДВФУ, на базе ДВФУ он создан. Коротко, просто для чего, как он функционирует, как он обеспечивает безопасность цифрового пространства? Ну, это хорошая история для того, чтобы можно было опробовать какие-то вещи, так сказать, в лаборатории, да, можно было повзламывать в условиях эксперимента, попробовать методы защиты. Всегда привлекаются какие-то крупные партнёры. Это очень хорошая история, потому что изучать кибербес по учебникам, по каким-то там канонам, как 5-10 лет назад, уже нельзя. Надо очень быстро обучаться. Знания устаревают там за год. Вы сами это видели, про многие технологии IT мы ещё не слышали год назад, а сейчас они уже там на пике популярности. Новые виды взломов, новые приёмы, как обмануть там доверчивых граждан или даже там глав IT-компании, чтобы они открыли заражённое письмо. Поэтому да, это хорошая инициатива, которая, несомненно, много пользы принесёт. Ну, а прежде всего мы можем действительно подготовить хороших кибербезников, проверить их, насколько они хороши. Вот а как готовить хороших кибербезников, если вы говорите, что постоянно обновляются какие-то новые появляются алгоритмы, механизмы кибератак? Если информация устаревает, каким образом обеспечить актуальную подготовку кибербезников? Ну, только на практике. В партнёрстве с какими-то крупными IT-компаниями, которых интересует кибербез. А кибербез сейчас интересует практически всех. Ну, то есть студент должен с первого курса пробовать делать что-то ручками, пробовать защищаться, пробовать взламывать. У нас университет часто проводит соревнования по взлому, так называемые CTF и Capture the Flag. То есть это формат, который пришёл из-за рубежа, но получил очень такое развитие в России, когда студенты соревнуются, выполняют какие-то задания, близкие к реальным, пытаются найти уязвимости, ещё что-то. Ну, то есть это очень хорошая история. Во-первых, мы выявляем лучших. Во-вторых, студентам интереснее, когда они не просто что-то учатся, соревнуются с друг другом. В-третьих, они учатся работать в команде, потому что современный кибербез, он очень сложный. Ты не можешь знать всё, тебе необходимо объединяться в какие-то команды, где вы разделены по компетенциям. Кибербезопасники — это же те же хакеры, только со знаком плюс? Ну, это всегда так было. То есть, там, не знаю, те, кто ставит сигнализации на машины, они должны понимать, как думает угонщик. То же самое. И когда ты проектируешь щит от чего-то, ты должен понимать, какие виды мечей бывают. То есть, это вечная борьба. И лучший кибербестник, который действительно может залезть в голову преступнику, понимает, как преступник действует. Вы не боитесь, что они перейдут на тёмную сторону? Ну, нет, конечно. Всё-таки человек по своей природе, он любит делать добро в большинстве своём. Серьёзно? Ну, да. Вы так оптимистично настроены. Мы айтишники, да, верим в хорошее. Если... А как вы оцениваете результативность вот такого обучения? То есть, это учитывается время или качество защиты или ликвидации кибер-угрозы? Ну, многие задания нам дают партнёры. То есть, это какие-то вещи, которые партнёры действительно, реально IT-компании. То есть, это они из какой-то своей боли, например, берут или из своего опыта. Более того, мы видим востребованность на таких студентов. То есть, что победители таких мероприятий расхватывают, как горячие пирожки. Вот. Ну, поэтому, да. Ну, то есть, так и оцениваем результативность. Зарплаты выпускников растут. Какие зарплаты сейчас? Забирают. Сейчас уже приходят. Зависит от того, ну, то есть, не знаю, синяя позиция там начинается от 200 тысяч, наверное, с кибербеза. Но и то, и то, мне кажется, я занизил. Потому что и зарплаты растут очень быстро. Вы же видите, как растёт процент атак и вызовов. Вот. Поэтому это очень такие быстрорастущие сегменты. Ну, вот кибербезопасники – это универсальные солдаты или они всё-таки специализируются на каком-то одном направлении и потом, вот, как вы говорите, всего знать невозможно, в команде как-то работает по разным компетенциям? Должна быть всё равно какая-то база, на которую, как кости, на которой наращивается мясо. Но желательно, конечно, чтобы он потом углубился куда-то. Не знаю, например, анализ вирусной активности – это совершенно другая деятельность по сравнению там с пентестом. Это тестовый взлом, когда тебя компания нанимает, чтобы ты, например, взломал, поискал уязвимости. То есть, это совершенно разные знания требуются, совершенно, может, даже разный тип личности. Сколько времени уходит на подготовку специалистов в области кибербезопасности? За какое время можно человека обучить? Очень многое зависит от мотивации. У нас были кейсы, когда за год человек из гуманитария превращался в технаря и уходил в компанию, очень известную на рынке, там, вирусным аналитикам. Это вот прям кейс из моей жизни. Цифровое пространство. С одной стороны вызовы, и с другой стороны рабочие места. Мы уже поговорили о зарплатах. Но давайте ещё раз, может быть, обозначим, какие перспективы у кибербездников в Приморье в ближайшее время. Насколько они действительно востребованы? Постоянно обращаются. То есть и на уровне края большая потребность, там, в тысячах исчисляется запрос и на повышение квалификации в этой сфере, и на специалистов с дипломом. Но самое главное — компании. Сейчас многие компании, которые работают в сфере кибербеза, открывают здесь офисы, в том числе офисы разработки, где есть не просто, скажем так, продажники, маркетологи, а IT-специалисты. И да, очень большой запрос. Ну не говоря уже о правоохранительных органах, о каких-то объектах критической инфраструктуры. Очень высокий запрос. Нацпроект по цифровая экономика, информационная безопасность как-то помогает в подготовке кибербезников, в обеспечении вообще безопасности цифрового пространства? Какие инструменты наиболее эффективны? Да, конечно. Ну то есть вообще сфера кибербеза, там за 4 года, да, с начала пандемии очень сильно изменилась, поменялось вообще всё от учебных программ до интереса к ней со всех сторон, со стороны государства, бизнеса и самих студентах. Вот, поэтому очень позитивно. Элементарное, большое количество бесплатных мест, вот, и все, кто хочет практически, там, ну всё равно есть, конечно, отбор, понятно, входные требования, но сейчас, если ты хочешь стать кибербезником, то добро пожаловать. И там, и в нашем университете, и у многих других есть программы, у всех какие-то свои особенности. Не знаю, у нас в магистратуре мы учили кибербезников, например, искусственного интеллекта. Вот, чтобы они могли это мощное средство использовать для выявления каких-то аномалий в поведении пользователей, и там, чтобы потенциальные взломы находить. Насколько искусственный интеллект помогает? Конечно, ну, то есть он вообще помогает во всём. То есть искусственный интеллект – это как хорошая приправа. Любое блюдо может сделать вкуснее. Ну и, соответственно, в кибербезе, конечно, то есть он может охватить большие массивы данных, найти аномалии, которые человеку найти не под силу. Вот, очень сильно помогает. Восстание машин нам не угрожает? Нет, не угрожает. Каким вы видите будущее цифрового пространства? Насколько оно станет безопаснее, может быть, в ближайшей перспективе? Или не станет? От чего это зависит? Какие шаги нужно предпринять, чтобы оно стало безопаснее? Ну, сейчас у нас, конечно, очередной скачок развития. Такие скачки всегда сопровождаются вот неким таким устаканиванием, скажем так, когда ещё нормативные правила не приняты, когда ещё не научились как-то брать это под контроль, но всё придёт также в норму в ближайший год, два, три. Такое уже случалось, когда появился интернет, тоже считали, что это новое какое-то пространство. Вот хакеры — это пираты, не действует никаких законов, ну, ничего, крупные государства взяли это под контроль, там, Китай, Россия, ещё что-то. Ну, то есть, то же самое будет и вот с этим новым рывком в сфере искусственного интеллекта и так далее. Не стоит этого бояться, наоборот, мне кажется, для России это хорошая возможность, новая область, занять в ней лидирующие позиции. Спасибо вам большое за интервью. Надеюсь, нас ждёт светлое будущее в цифровом пространстве. О киберугрозах говорили сегодня в студии РБК «Приморье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова